16 марта 2013 года в 19 часов Центр оперативного управления Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области поступило сообщение о молодежной разборке по улице Мамгельдина. Выяснение отношений происходило во дворе многоэтажных домов. На место происшествия выехала полицейская группа. Когда мы приехали, то обнаружили на месте драки недвижимое тело подростка, опросили свидетелей и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Через некоторое время задержали участника драки. В ходе проведения розыска полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. На руках одежды молодого человека еще были следы крови потерпевшего. С задержанного полицейские доставили в Аббайский районный отдел полиции. На допросе подозреваемый сознался в совершении преступления, но совершенном без злого умысла и по неосторожности. Мы друг друга хорошо знаем. На руках был травматический пистолет, а когда Шутя проводил прием, то раздался выстрел из пистолета и пуля угодила в шею. Мой друг упал. Я признаю свою вину и хочу сказать, что все произошедшее случайность. Подозреваемый в совершении преступления житель Шимкента 94-го года рождения. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело и ведется следствие. В Шимкенте парк независимости пользуется большой популярностью среди молодежи, как место отдыха и времяпрепровождение. Освещенность сквера и наличие скамеек располагают к длительному пребыванию в зоне отдыха. К сожалению, по тем же самым причинам сюда нередко заглядывают и болтающиеся без дела подростки, ищущие приключения. Камеры Центра оперативного управления, установленные сквере, зафиксировали, что группа подростков, применив силу, забрала у сверстников мобильный телефон. Камеры Центра оперативного управления Нам поступило сообщение, что в парке независимости происходят противоправные действия подростков. Так как мы патрульная служба, то быстро прибежали сюда, потом бросились в погоню за хулиганами. Полицейским удалось задержать двух подростков, которые находились в группе. Задержанные в отделении полиции значительно присмирели. Это не мы были. Мы стояли рядом и даже пытались помешать разборке. И телефон мы не забирали. Потерпевшие тоже постарались не обострять отношения с обидчиками. По всей видимости, они были уверены, что придется еще не раз встречаться с ними. Мы когда-то друг друга видели, которые подошли, телефон забрали, но потом вернули его через моего друга. Задержанных доставили в РУВД. Надо думать, что и главные виновники происшествия недолго будут бегать от правоохранительных органов. В РУВД поступило заявление от местного жителя, в котором последний указал, что в середине февраля у него были украдены 10 лошадей. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которых были задержаны двое подозреваемых баромтачей. Один житель от Рарского района, 1972 года рождения, второй из Рыси, 1982 года рождения. В ходе следствия задержанные признались в неоднократном совершении подобных преступлений. На их счету, как утверждают полицию, около 60 украденных голов скота. Преступники похищали скотину и продавали. Общий ущерб составил порядка 10 миллионов тенге. Полиция проверяет подозреваемых на предмет участия в аналогичных преступлениях. Заведено уголовное дело.